Не буду они всех! Мы начинаем! На сцене, как говорится, молодые и задорные. Буквально каждую секунду они шутят и острят по сценарию или же импровизируют на месте. И тут же получают просто шквал аплодисментов от зрителей, которые соскучились по таким фестивалям юмора. Алматинскую лигу решили воссоздать опытные и известные казахстанские КВНщики. Сказать новое эта лига нельзя, потому что Алматинский КВН всегда был. И лига всегда функционировала. Мы просто взяли и всего лишь заново разожгли то, что когда-то угасло. Участвовать в Алматинской лиге и выйти на сцену хотели целых 45 команд. Но редакторы и жюри отобрали лишь 19 из них. Это студенты абсолютно разных университетов страны и даже ближнего зарубежья. У каждой команды есть свой неповторимый колорит просто в силу географии. Поэтому, я думаю, для зрителей будет очень интересно увидеть данное противостояние между командами с разных концов нашей страны, а также с ближнего зарубежья. Большая география команд-участниц – это действительно настоящая солянка юмора. Ведь каждый житель страны, слыша эти шутки, может от души посмеяться над собой и нашим менталитетом. Нашли место, конечно, и для шуток над нашими традициями. Команда из Астаны в своем выступлении не могла не подшутить над суровым климатом столицы. А вот команда «Киношники» подшутила над иногда одинаковыми образами казахстанских актеров. Покажи мне грусть! Ну давай, покажи мне печаль, печаль, ага! Ага, теперь попробуй заплакать! Но первый фестиваль – это всего лишь начало борьбы команд. Сильнейших определит жюри из опытных КВНчиков, сценаристов и режиссеров в конце сезона, то есть в декабре. А победителей этого сезона ждет не только заветный кубок, но и путевка на международный фестиваль КВН в Сочи. Алтаншаш Смогулова, Рашидин Якубов, телеканал «Алматы». Продолжение следует...